В ходе доклада главе государства обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная. Вместе с тем обращаем внимание на несколько моментов. Первое – это беспрецедентное давление на наше государство с стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – это на попытки и доложено конкретных лицах, планах по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Важным вопросом является то, что Комитет государственной безопасности по компетенции отмечает рост террористических угроз. К сожалению, не происходит в территории наших соседей, как правило, запредельных государств. В целом Комитет работает, есть конкретное поручение главы государства по минимизации этих угроз. Будем работать, нацелены на фиктивное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной. И правоохранительные органы достаточно имеют сил и средств для реагирования на различные роды угрозы. Очевидно, это подчеркнут и наши иностранные партнеры, официально, неофициально. Дипломатический корпус, что период острый в развитии ситуации, тот, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная. Вместе с тем, заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политической округи, предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, по дестабилизации ситуации в стране в этот весенний период. Об этом известно было ранее, уже на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и предпримем себе меры для того, чтобы те лица и организации, которые предпримут такие попытки, поняли в соответствии с законодательством ответственность. Да, действительно, мы задержали группу лиц, изъяли у них большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы.